Недостаток чувства благодарности препятствует развитию умения ценить полученную любовь. Отсутствие любопытства по отношению друг к другу и соответствующая ситуация, когда непосредственное поведение каждого должно прежде всего вызывать ответную реакцию, а вовсе не восприниматься как отражение интереса к внутренней реальности другого, является центральной проблемой нарциссизма, обусловленной глубиной диффузии идентичности и недостатком способности глубокой эмпатии по отношению к другим, и это закрывает путь к пониманию жизни другого. Мазохизм – это способность растворять ненависть в любви. Банкрофт пишет о том, что сексуальное возбуждение у человека – это комплексный отклик, состоящий из таких элементов, как сексуальные фантазии, воспоминания и желания, а также усиливающийся сознательный поиск внешних стимулов, специфичных для сексуальной ориентации индивида и сексуального объекта. Обнаружилось, что у мужчин-транссексуалов матери, как правило, имели ярко выраженные бисексуальные черты, а отцы либо отсутствовали, либо были пассивными и отстраненными. Мать видела в сыне как бы свое продолжение, неотъемлемую часть себя. Подобный блаженный симбиоз приводил к постепенному стиранию у ребенка мужских качеств, повышенной идентификации с матерью, а также отказу от мужской роли, неприемлемой для матери и неудачно сыгранной отцом. У женщин-транссексуалов мать обычно отвергающая, а отец либо отсутствует, либо недоступен для дочери, которая не чувствует, что ее поддерживают как девочку. Это стимулирует ее стать замещающей мужской фигурой для матери в ее одиночестве. Зрелая любовь подразумевает дружбу и сотрудничество, которые постепенно приходят на смену страстной романтичной любви и служат гарантией продолжительных и стабильных отношений пары. Предположения о том, что все проблемы пары заключаются в их неспособности общаться, затрагивают только верхушку вопроса. Иногда общение служит для того, чтобы дать выплеснуться едва сдерживаемой агрессии, что отнюдь не означает тщетность попыток общения. Но когда глубокие бессознательные конфликты всплывают на поверхность, процесс общения как таковой может быть ими испорчен, а открытое обсуждение проблем может только обострить конфликты. При мужском нарциссизме отличие не только в сильной зависти и ненависти, но также в патологическом обесценивании женщин, что уходит корнями в обесценивании фигуры матери как первичного объекта зависимости. Традиционное патриархальное общество поощряет сексуальный промюзкуетет у мужчин, но отвергает его у женщин. Третьей характерной чертой эротического желания является чувство выхода за пределы дозволенного, преодоления запрета, присутствующего во всех сексуальных контактах, запрета, происходящего из-за типовой структуры сексуальной жизни. Это чувство принимает многочисленные формы, и самым простым и универсальным из них является нарушение традиционных социальных ограничений, налагаемых обществом на открытую демонстрацию интимных частей тела и чувства сексуального возбуждения. Стендал первым обратил внимание на то, что сам акт раздевания отвергает социальные взгляды на чувство стыда и дозволяет партнерам прямо смотреть друг на друга, не испытывая стыда. Облачение в одежду после сексуального акта есть возвращение в прежнее обыденное состояние стыдливости. Несмотря на то, что исследования показывают взрастание сексуального желания у женщин непосредственно перед и после менструального цикла, выявленная зависимость сексуальных влечений от колебаний количества гормонов все же незначительна в сравнении с влиянием социально-психологических факторов. Макконаги, в частности, отмечает, что на женщин социально-психологические факторы оказывают большее влияние, нежели на мужчин. Прослеживая развитие сексуального поведения человека и двигаясь вверх по биологической лестнице животного мира, особенно сравнивая низших млекопитающих с отрядом приматов и человеком, мы видим, что роль социально-психологических отношений между младенцем и его воспитателем в формировании сексуального поведения все возрастает, а влияние генетических и гормональных факторов, напротив, уменьшается. Твердые обязательства по отношению к одному человеку, моральные ценности и опыт совместной жизни обогатят и сохранят стабильность отношений. Но если знания себя и рефлексии глубоки, каждый партнер время от времени может испытывать стремление к другим отношениям, к этому может побудить реалистичная оценка и повторяющиеся самоотречения. У женщин неразрешенные диповые конфликты наиболее часто проявляются в различных мазохистических паттернах, таких как постоянная привязанность к мужчинам, не удовлетворяющих их, и невозможность получать удовольствие или поддерживать отношения с мужчиной, который потенциально мог бы полностью их удовлетворить. И как отметил Вандерванс, дело не в том, что нарцисс любит только себя и никого больше, а в том, что он любит себя так же плохо, как и другого. Обычно от группового секса всего один шаг до полного разрушения пары. Эротика в искусстве отображается как серьезный и зрелый аспект человеческих ценностей, как символ взрослого эго-идеала, устраняющего инфантильные запреты и ограничения на сексуальность.